16 новых постаментов с именами анапчан установлены у входа на Аллею Славы. Они увековечили память героев Советского Союза, России и полных кавалеров Орденов Славы. Во время рабочего обхода города в конце прошлого года Юрий Поляков обратил внимание на ненадлежащее состояние монументов. Многие из них начали разрушаться и дал поручение восстановить мемориальные плиты. Мы демонтировали, звезды забрали, нашли бригаду мастеров, заказали камень, гранит, очень прочный камень. И в течение месяца камень шел, в течение недели двух камень в цыках подготавливали, монтировали звезды, полировали и в течение двух недель поставили. Погода позволила, у нас вообще эта установка планировалась на апрель-март, но погода позволила, сделали с опережением срока на месяц. Уже 15 февраля будет отмечаться 30-летие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. К этому времени закончится реконструкция памятника воину-афганцу. Камень, на котором был установлен памятник, треснул и было принято решение установить новое основание. Теперь этот гранитный валун весом более 6 тонн, как заверяют проектировщики, прослужит надежным фундаментом на много десятилетий. Администрация помогла найти камень, выделила людей, естественно, под руководством наших ребят, которые афганцы, Юра Бычков, Сергей Николаевич Сталин, которые непосредственно присутствовали здесь. Памятник приведен в то соответствие, которое даже устроила и Рысина, главный архитектор края, и общественность устроила, ну естественно, в первую очередь нас, афганцев это устроило. На этом реконструкция сквера боевой славы не завершена. Сейчас по плану рядом с воином-афганцем появится еще один обелиск. На этой композиции планируется установить часть брони от боевой машины и сделать памятную надпись. А на входе в сквер башни, которые встречают посетителей, будут облицованы черным гранитным камнем. Руслан Душевский, Анапа, регион.